Весна Али, Рамо, 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 Али, Али. Али, Рамо, 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 Али, Али. Али, Рамо, 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 Рамо. Али, Рамо, 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 Али, Али. Али, Рамо, 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 Али, Али. АПЛОДИСМЕНТЫ АДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть знать, где мы сейчас, и знать цель, и знать путь. Таким образом мы продвигаемся к нашей задней цели, к духовной практике. И вот сейчас у меня такой вопрос возник, что повторяя свое имя, как-то работая над совершенствованием этой практики, я, с одной стороны, есть какие-то эмоции, есть понимание, что вроде бы намабхаса, она собой означает, что преданно изучает оскорбления и искренне старается от них избавиться. С одной стороны, я читал, что значит это намабхаса, с другой стороны, стадия намабхаса подразумевает очень, ну, достаточно возвышенные эмоции и качества, которых, то есть, ну, как бы я не чувствую, не наблюдаю. Как определить, вот, на какой сейчас стадии нахожусь, и как понять вот это вот расстояние от намабхаратхи до намабхаса, в чем вы думаете. Есть шрейс и пресс. Шрейс — это конечная цель. Вы все знаете хорошо. Создавали тесты, так ведь? Апраномат, анализацию или какой-то обучающей программы, сразу утверждаетесь философски в цели, в смысле. Не сентиментально, это философика, наука. Что пропаду я раскрыл очень хорошо, подробно, все в порядке. Кстати, у нас нет никаких сложностей, не должно быть. Цель жизни ясна? Ясна. Но пресс, то, что вы непосредственно делаете сейчас, вот это неясная вещь. Вот человек летит в гору по скале, очень крутой, у него есть шрейс, он знает, нужно к вершине его, понятно, иначе он не двигался в эту сторону вообще. Он знает, что там вершина, туда нужно идти. Но о чем он должен думать непосредственно? Вот на чем вы висите, вот что важно. Вот это вот самое важное сейчас. Знание о гунах материальной природы. Одно движение неправильно, вы упадете. Даже если вы в верном направлении двигаетесь, понимаете, о чем я говорю? Поэтому вы не почувствуете вкус пока, вы не будете справлять свои ошибки сейчас, ежеминутные, которые вы имеете с преданными, обижаетесь, скопляете, или вы обижаетесь, или вы что-то несовершенненно делаете. Вы должны усовершенствовать свое служение, свою деятельность. Вот в чем вопрос. Если вы будете постоянно себя соизмерять с высшей целью, то это более-менее иллюзорно. Потому что на этом уровне вершина еще не видна. Мы слышим о ней. Видим пример Ачариев. Мы видим правопаду, видим духовную зелью, видим старших, привет, на Кришну, мы еще не видим. Поэтому двигаемся. Поэтому, пожалуйста, смотрите под ноги сейчас. Очень важно, как мы общаемся, как мы сотрудничаем. Вот что важно. То есть непосредственное знание нужно. Непосредственное. Это и есть на амфаз. То есть вы постоянно падаете. Я помню, что это икази. Он утром и кстати вечером уже поругался с ним. Он уже обижен, ничего делать не хочет. Матхяма, он держится крепко, он ищет ногу зацепку, оп, дальше ногу, осторожно, он точно двигается. Он профессионал, понимаете, он идет, двигается вперед туда, так, 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 так. Все, удивляетесь, как это получается. Нужно сказать таким профессионалам в этом, в духовном смысле слова. То есть мы должны избегать оскорблений вот таким путем, непосредственно общаясь вот в этой среде, где мы находимся. Приезжайте в Тхаман, значит здесь вы следите за этим, едете домой, там тоже следите за этим. Всегда думайте, как продвигаться. Тогда вы будете чувствовать то, что вот ожидаете, вот эти эмоции. Вам будет хорошо среди прогнозов, будете чувствовать счастье. Есть психология двух видов. Есть психология, когда мы анализируем поведение окружающих людей. Есть психология, то, что мы называем самоосознание. Что важнее? Самоосознание. Анализ также необходим окружающих людей, но вместе с самоосознанием. С другой стороны, если вы начинаете постигать себя, вам открываются и другие люди. Достаточно процесса самоосознания, чтобы стать хорошим психологом. Так, но вы должны быть хорошими психологами. В этом смысле слова. Вы должны учиться понимать людей, как вы живете. Правильным образом. Их умонастроение. Потому что суть общения заключается в том, что отвечаете, общаетесь с человеком тем или иным, в соответствии с тем, что... Если мы чего-то не понимаем, мы служим, и постепенно понимание придет. Но если служите 20 лет в исконе и ничего такого не понимаете, это слепое предание никакой пользы не принесет. Я первый раз приехал в Тхаму. Впереди еще Жиданта Пури, Блиндаван. Ожидание от поездки хотелось бы, конечно, чтобы вы произошли какие-то изменения в сердце, чтобы искренность как-то либо более развилась, либо вообще появилась, пока не могу понять, насколько она есть. Я хотел бы вас попросить, дать какое-нибудь наставление. Единственное, что есть в понимании, что надо служить при возможности, потому что тут это более благостное. Ну и вообще служить в Айшнаму здесь более благостное. Если возможно, вот какой-нибудь практический совет, дайте, пожалуйста. Практический совет в Тхаме, при посещении Тхамы? Ну, для того, чтобы эти цели достиглись. Не думайте, что мы достигнем это собственными усилиями. Тхама раскрывается по собственной воле. От нас ожидается только почтение, смирение и терпение. Сюда мы приезжаем, чтобы выражать почтение. Ну, как можно больше всего, что видим. Ганги почтение выражают. Храмы вокруг, святая земля почтение. Святые люди почтение выражают. Слушаем об этом святом месте, тоже выражаем почтение. Ходим ногами, парикрама тоже почтение. Это все форма поклонения, почтение, выражение почтения. И благодаря этому процессу Тхама раскрывается само. Думайте только о том, как выражать почтение искренне. А как будет искренность развить? Ну, как, в самом деле, так, чтобы искренность появилась, потому что, ну, как чувствую, что не слышу, что во время молитвы, даже когда почтение выражают страны, ну, нет искренности. Нет любви нисколько? Нет, ну, есть, как бы, но все равно то, что, как бы, недостаточно искренне. Даже когда просишь любви к Богу, да, к Божеству, но все равно чувствуешь, что ты, как бы, все равно не очень. Я не думаю, что на этом нужно слишком средотачиваться. Слишком, мне нужно об этом думать много. Например, можно всегда ловить себя на том, что нет любви к Богу. Сходить печальным. Мне нужно слишком на этом средотачиваться. Вы должны знать из опыта Ачайи, что это развивается постепенно, шаг за шагом, как росток растет он. Не нужно радоваться этому росту. Нужно чувствовать радость. Если вы чувствуете радость даже малейшим духовным продвижением, это Бхакти. Это радость проявления Бхакти. Если вы продвигаетесь понемножку и постоянно думаете, ну, совсем ничего, вообще ничего нет, вообще ничего нет, то вы не стойитесь неблагодарным человеком. Так? Нужно принимать это с радостью, с благодарностью. Вообще в Святой Дхаме нужно с благодарностью принимать это с радостью. Все неприятности — то же самое. Досад каждый день есть — радуйтесь. Если все возможности открыты — радуйтесь, возможности есть. Но не то, чтобы за одну поездку в Дхаму придете всю искренность и према Бхакти сразу же. Нет, хотя бы раз в сто нужно приехать сюда. Ну, минимум, семь раз. Правда, правда, хотелось, чтобы лидеры приезжали каждые полгода сюда. Очень. Каждые полгода, чтобы лидеры были с этого вместе. Когда постепенно вы увидите, что это духовный мир придет, постепенно это сознание придет внезапно, мягко и внезапно приходит это понимание, что это духовный мир, все в порядке. У вас есть место здесь? Мухараджи, мы видим, что если был старший Бхак, который уже много лет практикует, но это по-настоящему достиг пустой Бхакки, то есть уровня Бхавы, Бхэмы, очень мало. По какой причин человек не может достичь? Мало? Бхак? Ну так, говорят обычно старше, на дверцах, на дверцах, на дверцах, на дверцах. Это редкая. Не думаю. Не думаю. Не могу понять, почему противоречит. Любви к Кришне достигают все, и очень быстро. Например, вы все уже имеете любовь к Кришне. Она не развита, может быть. Но вы это имеете как милость правопады. Другой вопрос, что вы не знаете об этом. Не осознаете. То есть, если ребенку дать тысячу долларов, ему обычно в руки не дают тысячу долларов, так ведь? Отец берет, открывает счет банки, ему на книжку кладет, пока он не вырастет. А потом скажет, когда вы 18 лет, у тебя в банке сейчас 10 тысяч долларов накопилось для тебя, откладывали. А в том возрасте он не говорит ему вообще об этом. Не так. Потому что если вам сейчас дать супрем-бахте на руки, что вы с ней сделаете, я не знаю. Вы обменяйте на что-нибудь. Не понимая, что такое. Называть. Что вы сейчас хотите? Мистических сил хотите? Каких совершенств? Вы можете это поменять просто, очень быстро, потерять все. То есть, как это частично? Это частичные проявления? В полной мере есть, когда в полной мере проявляется према. Мы говорим о том, что према вы имеете от Шрилы Прабхупады. По цепи ученической преимущества вы уже имеете эту прему. Иначе вы занимались служением. Служением занимает только внутренняя энергия. Нет према, нет служения. Поэтому мы получаем према от кого-то. Другое дело, что мы с этим делаем? Что надо с этим делать? Поэтому према — это энергия чит. Она разумная, это энергия знания. Она знает, как проявиться, сколько проявиться. Чтобы этим не злоупотребил человек. Не потерял. Шрилы Прабхупада говорят, как Кришна действует. Представьте себе богатого человека, который встал, разбогател внезапно. Представляете? Разбогател внезапно. Стал очень-очень богатым. А через неделю потерял все деньги. Он живет всю ночь и целый день думать. Днем и ночью, днем и ночью. Вот Кришна вот так делает. Вы получили према, а потом как будто ее нет. Теперь вы ищете, где према взять, где према. Вот вы ездите по всем Траман, туда-сюда и спрашиваете, где према, где према. А почему вы ее ищете, спрашивается? Откуда вы знаете об этом? Как вы узнали према? Вы где-то получили ее все-таки, вы держали в руках? Если вы никогда в руках не держали, вы не искали бы и вы не спрашивали, где према, правда же? Ну, према, если ей према, кого-то волнует. Я никогда её не видел, но вы, похоже, увидели что-то. Как по стану, я не знаю, что вы хотите наслаждаться. Вот в этом есть вопрос. Вот поэтому прямо не приходит. А как очистить сердце, как очищается? Как очищается сердце, чтобы оно могло проявиться? Как этот процесс проходит? Прямо означает, что если вас поставят на самат и шалпурбаду, на чакру под сильным ветром, вас не беспокоит. Скажите, но всё милость Бога. Куда он не унесёт, или останутся здесь, или жизнь, или смерть, неважно что. Это прямо означает. И почему нельзя обрести это состояние сразу? Если оно даётся помимо. Несправедливо, я понимаю, очень несправедливо. Милость озумна. Как я сказал, ребёнку сразу миллион долларов не вручают. Почему бы сразу не вручить ребёнку? Наследство. Ура, в Эмиратах дают. Там всё-таки дают, видите, там более-менее. Там пользоваться не дают. Так что в следующий раз езжайте не в Майпура, а в Эмираты. За према. Према сама решает, не беспокойтесь. Это энергия чит. Вы хотите ананты, но это энергия чит. И вы уже получаете. Только что не согласны немножко. То есть наше невежество не согласно с энергией читать немножко. Нам бы хотелось всё-таки больше наслаждения. Нам бы хотелось терять сознание на каждом шагу. Чтобы на мангарте не ходить, я бы сознание пролежал. У нас есть своё представление о духовной жизни. Мы упрощаем. Мы сейчас упрощаемся. Когда мы хотим сразу према, не имеющей шрадхи, не имеющей твердой веры, Это сахаджи, это упрощение ещё. Не торопитесь. Ну хорошо. Вот стоит ли менять место жительства ради духовного самосовершенствования и улучшения? То есть вот живёшь в деревне, например, там нет ни на Махату, ничего. А предлагают тебе, например, в Краснодарском крае заняться фермерством? Есть семья? А? Семья есть? Семьи нет, а мама есть. А мама что говорит? Ну, мама корова есть, мне 4 коровы надо смотреть. С мамой посоветуйся, чтобы ты не просто бросил маму, а уехал куда-то. То есть обязательно наставление у родителей? Если даже уедешь, то должен заботиться как-то о ней. Пожалуйста, ещё раз, Ваше милое читание вчера. Скажите, пожалуйста, а когда читаешь книги Шивы Прокупанцев, его комментарии можно воспринимать как наставление духовного, ну, духовного мира, как наставление гуру? Потому что многие предные говорят, ну, ещё не приняты, там, я, допустим, нет у меня духовного учителя в теле, да, и другие предные тоже ещё пока не приняли. Но кто-то слушает лекции кого-то из духовных учителей, да, а мне, допустим, не знаю, мне больше, вот я когда читаю Шимад Багал, там, или вообще любую книгу Шивы Прокупады, это, ну, как-то проникает. Если другие практики как-то не идут, и джапа не идёт, иногда бывает и воспевание святых имён, там ум летает непонятно где. А когда читаю книги Шивы Прокупады, ум прям, ну, сосредотачивается, сам прилипает и так далее. И вот наставление Шивы Прокупады, это можно воспринимать как наставление духовного учителя, где всё-таки нужно обязательно, как бы сказать, наставнику в теле, чтобы он мог распространяться. Потому что даже бывает сопоставление, вот говоришь, вот написано, ну, вот здесь Шивы Прокупады комментарии даёт чёрным по белому написано, а кто-то говорит, нет, это не так вот, кто-то говорит, по-другому это трактуется, там, и прочее, прочее. Как это может быть? Ну, так получается, иногда. Кто-то может трактовать по-другому Прокупаду. Я тоже не понимаю, что некоторые трактуют по-другому, даже Прокупаду. Надо же забраться при этом. Я думаю, что Прокупада много разных вещей говорит, поэтому пользуется разными высказываниями преданными. Поэтому наставник нужен, опытный, который знает, как, согласно месту, времене, обстоятельствам дать необходимое знание. Прокупада об очень многих вещах говорит, но нужно знать контекст и настроение Прокупады, когда он говорит. Поэтому нужен опытный наставник. Все самые опытные наставники в Исконе, они ссылаются только на Прокупады. Скажите, пожалуйста, а как относиться правильно к роли Гикша-гуру, например, в случае с Бхактеном Такуром? Он же принял свою Шикшу-гуру, основные наставления Шикшу-гуру, и сам Господь Чайня также. Он принял Гикшу-гуру в каком-то смысле формально. Насколько это важно сейчас? Так бывает. Бывает, когда роль Шикша важнее Гикши. А обычно по-другому, но так бывает. Потому что Дикша, он как правило и Шикша, поэтому выбираем его как Дикшу. Но если Дикша-гуру не может давать наставлений по какой-то причине, например, он болен, или уходит с планеты, или он не приезжает просто в этот регион, связи нет. Тогда Шикша может иметь большее значение. Но Шикша-гуру, тем не менее, все равно будет давать нам связь с Дикшой. Укреплять будет эти отношения с Дикшой. Иначе это не Шикша-гуру. Если он связывает с собой непосредственно ученика, не всего Дикша-гуру, это не его роль. Это неправильное положение Шикша-гуру. Либо Шикша-гуру и Дикша-гуру связываются между собой, решают вопрос конкретно по ученику. И если Дикша-гуру передает эту ответственность полностью Шикша-гуру, тогда меняется ситуация. Это уже какие-то исключения сейчас мы рассматриваем, детали. Макараж, вы сейчас говорили о премии, о том, сколько ее приходит в жизнь, когда. Правильно ли я понимаю, что здесь мы должны как бы сосредотачиваться на заботе о преданных и не стать ее проводником? И если мы будем как бы давать, стараться любовь другим, более возможно младшим, начинающим, преданным и помогать им развиваться, тогда и счастье начнет это приходить больше в жизнь, потому что мы сосредотачиваемся на том, чтобы его на самом деле отдавать, начать. А не как бы для себя его накопить как-то и это состояние как бы и наслаждаться. В вашем опыте когда вы чувствуете премию? В моем опыте я чувствую ее после бхакти-вырикши, после введения группы, очень ярче, чем когда-либо. Говорите опыт, у кого есть такой опыт, когда вы чувствуете премию? Киртан. 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 Оттверждение, служение. Общение с преданными. Общение с преданными. Хрисус и чисто преданного вы чувствуете премию? Да. Да. Так? А почему? Потому что он находится в служении, вот и все. Как же вы находитесь в служении? Будет премия. Премия друг от друга будете чувствовать. Не ждите просто от самого себя независимых, как независимых ни от кого, ни от преданных, ни от общества. Как раз наоборот, станьте зависимы от преданных. Премия проявляется, когда совершается служение, когда мы вместе собираемся для служения. Киртан. Гурма Хрис, как? Говорится, надо не подражать, а идти по стопам. Как идти по вашим стопам? Как не подражать? Как идти по вашим стопам? Что значит идти по вашим стопам? Идти по стопам. Например, Прабхупада приехал в Америку и на собственном примере показал, как быть в сознании Кришны там, в тех условиях. Это не Бриндаван. Значит идти по стопам. Или вы приезжаете в Дхаму, первый раз, и вы наблюдаете, что делают старшие, повторяете, делаете то же самое, идти по стопам. Всегда, когда хотим что-то больше понять, мы идем просто по стопам. Значит идти по стопам, интересоваться сознанием Кришны. Занимать свое служение. Часто мы говорим о том, что настроение проповедника должно быть из сострадания, из заботы. Грубо говоря, он должен давать любовь. Как быть, если проповедник делает это механистически проповедь или формально? То есть он просто действует, он знает, что надо делать и делает, но не чувствует ни сострадания, ни любви, ни заботы. Формально? Да. Есть надежда, что в процессе он сможет это реализовать постепенно, научиться. А в проблеме не будет такой проповедник? Он же не создаст, наоборот? Будут какие-то проблемы. Будут. Ну, Кришна говорит, ахамт вам сарва папе пьё. Кришна это исправляет. Вначале, если человек неопытный, это не так опасно его ошибки. Как раз меньше всего опасно, когда он много ошибок совершает, начинающих. Это как бы менее опасный период проповедника. Более опасный проповедник, когда он достигает уже высокого уровня. И неправильное слово использовать, допустим, или настроение одно. Это опасно. Вначале вы совершаете много ошибок, но не имеет такой же опасности. Чтобы совершить ошибку серьёзную нужно достичь высокого уровня. Неудачно. Давай же? Давайте! Поехали! Давай, давай, давай! Вы думаете, что без меня путешествует? Ученик всегда с Духовным учителем. Даже не думаете об этом? Без меня с Духовным учителем. Вы сказали, что интересоваться сознанием Кришны. Как это понять, интересоваться сознанием Кришны? Чтобы прогрессировать и идти по стопам, нужно интересоваться сознанием Кришны. Как это практически? Обычно человек интересуется своим продвижением. Настолько заинтересован, что забывает к Кришне обратиться. Он думает, что от Хари Кришна Матры, от его собственных усилий, все зависит. От его служения, от его повторения, от его слушания. Так? Можно так понимать. Сначала можно так понимать. Это ошибка, ошибочно. Хотя Кришна отрыхнется и так тоже может. Как он так. Что-то дать почувствовать вкус процесса. На самом деле, этим всем движет интерес к Кришне. Это уже правильно. Если мы на самом деле обратимся к Кришне, мы получаем результат. Духовный сразу же. Ждать не нужно ничего. Кажется, что мне нужно сначала очиститься, верно, прежде чем к Кришне обратиться. Это тоже верно, но не всегда. Потому что Кришну он слышит. Часто слышу это от лекции, где-то вот эту вот параллему, что сначала нужно очиститься, что Кришна в сердце не живет, не очищен. Кришна там, конечно же, в сердце каждого живого существа и сверхдуша, в сердце Кришне присутствует там. Но мы об этом не должны говорить вслух. Не то, что вы не должны обращаться к Богу. Вы должны обращаться к Богу, вы не должны об этом рассказывать. Кришне, на каждом слове. Это должно стать пхавой, на основании которой вы будете служить и общаться, изучая философию, читая лекции, слушая, общаясь. Это то настроение, в котором мы должны находиться и общаться. Но мы об этом настроении, естественно, можем не говорить. Что, у вас нет личных отношений с Богом? Конечно нет, просто вы об этом не будете говорить, верно же? Или будете всем рассказывать? Это ты сразу обе ценится. Вам сразу скажут, Сахаджия, кто ты такой? Это неофит еще. Но в чем проявляется неофитство? В том, что я начинаю демонстрировать это. А не потому, что я не могу обращаться к Богу. Кришне говорит, даже неразумные люди, обращаясь к Богу, достигают совершенства. Но если мы хотим это демонстрировать, это неофитство. Иногда в такую ситуацию попадают, что говорят, ну, поделитесь с вашими духовными реализациями и так далее. Это даже в этом случае? Иногда, иногда вы чувствуете такую доверительную атмосферу, чуть-чуть можете что-то рассказать, открыть. Такой случай был на Картику, во Вриндаване, когда я был осенью. Мы были в гостях, в Шичанаде Махараджи, у Гвардхана. И он стал рассказывать о своей реализации там. А потом попросил меня тоже поделиться реализацией, подобного рода, как Кришне. Он сказал одну свою реализацию там. Но я ему ответил, что первый раз меня просят вот так вот, при всех рассказать какую-то такую реализацию. Но поскольку ему было интересно, и была атмосфера необходимой, что-то мы говорили. Иногда это необходимо, иногда, чтобы убедиться, что Кришна есть в нашей жизни. Кришна существует в жизни каждого преданного. Не только возвышенного преданного. Каждого преданного. Это может укрепить нашу веру. Но если мы хотим это превратить в шоу, это неофильство, это глупость. Но Гуру это тяжелый. Истанин тоже тяжелый. Насколько мы можем терпеть вот эту плиту? Дикше Гуру или кого? Чикше Гуру. Чикше Гуру. Тяжелее, чем Дикше. Сейчас самый больной вопрос – это Шикше Гуру. Я вижу, что преданное очень удовлетворенное этими отношениями. Я чувствую, что Шикше Гуру некий задолго употребляет в своем положении. У них теперь название появилось – Шикше Гуру. Просто кто-то и теперь Шикше Гуру. Неопытные Шикше Гуру, так скажем. Они Шикше Гуру, да, все мы Шикше Гуру. Но когда человек формально принимает это положение, есть лифт злоупотребления. Когда вы Шикше Гуру не знаете об этом, это легче. Так ведь? Когда вы Шикше Гуру не знаете об этом, это легко. Но когда вы Шикше Гуру знаете об этом, у вас будут проблемы, не только у вас, еще у ваших подопечных будут проблемы. Поэтому Шикше Гуру будет не так уж и просто. Шикше Гуру, как правило, если они слишком давят на подопечных, означает, что у них нет бхактии еще достаточно. Нет как бы этого сострадания, уважения. Но я думаю, это временный момент. Что, последний вопрос? Ваша милость, Гуру Макараш. Скажите, пожалуйста, чисто практический вопрос. А вот родственники получат какую-то милость от того, что мы посещаем каму? Если, допустим, фотографии родственников с собой привез, вот что-нибудь изменится в их духовной жизни, может, они как-нибудь тоже смогут приобщиться? Как всегда от каму можно? Родственники? Ну да. Они получат благо через ваше служение, более-менее автоматически. Хотя я слышал, что в Гае такие обряды совершают по устрашним родственникам. В Гае. Нет, а живые, потому что это тяжелый случай, и хочется что-то помочь. Посмотрим. Конечно, они получат благо, но в конечном итоге все зависит от их выбора личного. На это мы не можем повлиять. Даже Кришна не знает, когда душа предаться ему в этом смысле слова. У каждого есть свобода выбора. Гуру Макараш, можно узнать о милости Дхамы, как ее получить, впитать себя, и передавать потом по приезду, назад, по возвращению? Да, мы только что говорили об этом. Почтение. 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 Ну а как передавать? А это придет автоматически к передаче? Как вы знаете. Это так же, как если вы заряжаете аккумулятор, он касается и ток распространяется. Если он заряжен, это автоматически. Вы сейчас заряжаете батарею. Когда вы вернетесь обратно домой, вы увидите, что вас слушают люди. Что что-то есть. Потом батарею надо взять дивизионов, и снова не скучают. Вы это увидите сами. Ничего сложного в этом нет. Просто выражаете почтение тут. по уме даже собакам выражаете почтение. Просто помните, что это Дхама, святое место. Все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...